Всем привет, друзья! Ну что, поздравляю вас с очередной победой на турнире в Санкт-Петербурге, и давайте с вами сразу же приступим к разбору одного из полуфинальных противостояний, а именно к матчу между Верой Звонаревой и Маргаритой Гаспарян. Вы, кстати, знали, что, например, Эшли Барти, которая сейчас является первой аркеткой мира, не входила бы даже в топ-10, если бы не заморозка рейтинга из-за пандемии, и не только она и топ-10 не были бы, так скажем, десятки лучших, но и еще несколько игроков. А кто именно, вы можете уже сами почитать на сайте sportstavki.online, где не только новости из мира большого тенниса, но и также мнение экспертов о матчах, разборы этих самых матчей, и еще много чего другого интересного. Поэтому переходите по ссылочке в первом знакомом комментарии по данным выпускам, и читайте, и знакомьтесь, я думаю, вам понравится. Ну а теперь давайте к нашему матчу. Больше всего, конечно, меня на этом турнире поражает именно Маргарита. Своим настроем, своим вот таким желанием, своей готовностью очень хорошей, здорово смотрится, агрессивно, напористо. Что касается Веры Звонаревой, то она тоже показывает хороший теннис, причем, что она тут играла на два фронта, и в паре в одиночке, в паре она, к сожалению, уже вылетелась, или на весеное, но вот в одиночке продолжает борьбу, но Звонарева тоже не без греха тут играет, и, по-моему, помню матч с Фионой и Феру, где тоже немало было ошибок у Веры, и тоже она победила, можно сказать, на тоненького. Поэтому, я бы не стал вот именно ее ставить фавориткой, мне кажется, она будет уступать Каспарян в скорости, в активности, в агрессивности, а это будет иметь большое значение в этих условиях, при том, что Шоптери Маргарита очень заряжена, и вот еще от этого поражает, думаю, она здесь может одержать в этом матче победу. Такое было мое мнение на этот полуфинал, друзья, разбор второго полуфинала вы можете уже прочитать в моем телеграм-канале, и не забудьте о том, что там другие турниры я тоже отбираю в текстовом варианте, поэтому переходите по ссылочке в описании. Ну, а, как всегда, желаю всем удачи, здоровья, хорошего настроения и до скорого! Пока-пока!